У нас есть что-то. Страх мощи, страх темноты и так далее. Нужно просто придумать, как с этим жить. Есть некий ритуал, придумать некий ритуал, с которым можно справиться. Можно более что-то грубо, например, подушку, вот такой фон. Можно постоянно встречаться уже. Можно вполне дома шить подушку. Я могу сказать, что тоже из собственного опыта, я до наследства после... Почему мне больница так повлиялась? Я никогда бы не болела до этого. А тут сразу больница и очень большой эмоциональный опыт. Я получила страх полета и страх эскалата. Я умом понимаю, что он может всегда за кого-то схватиться. Если что, я ся рада там, да? Но вот страх эскалата, я придумала себе такую вещь, что со мной... Нет, я бояться не буду, если я, допустим, зайду после мужчины. Я подам, что, когда зайдут мужчины, я за них спокойно захожу, у меня страх будет. То есть придумать некий ритуал и сказать себе, что вот если условно вы встретите бочку, да? Что, чтобы с вами ничего не случилось, вам нужно почесать бочку. Ну, условно. Чтобы бочку встретилось что-то приятное. Ну, понимаете, вот уже страх перевести в приятное и тяжело, да? Лучше придумать ритуал. Если вот вы встречаете бочку, чтобы с вами ничего не случилось, вам можно... и разорваться до правого колена. Иначе все будет в порядке. Что же самое, когда черная кошка? Да. Вот, 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 как черная кошка, нужно три раза блюнуть. Да, да, да. То есть если... И на самом деле, как бы, эти ситуации, как бы, можно рассматривать и в нашей клиентской работе. Если к нам приходит человек с какой-то такой иррациональной трудностью, мы понимаем, что он эту трудность не изменит, мы предлагаем ему сделать амулет, за который он будет нарисовать ресурс, который постоянно нужно носить в кармане, да? И таким образом, с точки зрения механизма, мы что сделаем? Произведем внушение. Осуществим внушение, позитивное внушение. Внушение